приветствую вас на канале google сегодня записан подкаст о битоках 13 тура рвл со мной евгений евгений давай начнем с центрального матча тура с зенит динамо все таки даже динамо могло даже выйти на первое место как раз таки по личным встречам как ты думаешь в чем причина поражение такого целесообразно было начать именно с этого матча он был самый ожидаемый и динамо рассматривали как главного претендента на команду который может сместить зенит после матча напрашивается вывод о том что четвертым уже подряд чемпионство зенита все-таки быть не хотелось бы чтобы интрига умирала на такой ранней стадии все таки только тринадцатый год прошел но тем не менее такой прогноз видится уже довольно таки многим и правда в чем причина поражений я бы все-таки отметил то что динамо матч не проводил а просто был более неудачливым завершающей стадии то есть в целом матч был равный отрезками динамо выглядел даже предпочтительнее однако зениту удавалось за счет индивидуальных качеств футболистов в чем зенит превосходит на все команды включая динамо это индивидуальные качества футболистов и с помощью именно за счет них зениту удалось конвертировать свои созданные моменты в долы что собственно и отразилось на итоговом счете динамо отличиться лишь единожды о спинате хотя это из-за слух не умаляет моментов они тоже имеют достаточно вопрос такой как-то задать клаудинио лучше на данный момент игрок рпл я думаю на данный отрезок это так потому что уже который матч очень качественно что в рпл против спартака опять же недавно мы видели и чемпионов он довольно таки здорово выделяется в нынешнем составе зенита поэтому на данный момент это лучший игрок рпл я думаю что точно за последние годы ты можешь сказать ну понятно дело треск очень короткий но уже можно говорить о том что трансфер клаудинио это пока пока что попадание в точку точно более удачный трансфер нежели трансфер малкома на которого тоже возлагали очень большие надежды наверное ожидания от клаудинио были гораздо ниже да и сумма заплатить чем после прихода малкома но вот так вот свое свою покупку оправдать кладинио иначе малкома да и связки непосредственно связь что они вместе играли в олимпийской сборной и в целом я думаю неплохие страны поэтому я думаю и на окна это повлияло еще такой вопрос победа предыдущая победа зенита над спартаком алалии такой типы что и динамо сходу забрали следом получилось или это все-таки не влияет за отдельный матч можно не рассматривать что именно где нам они так подготовились тщательно и выиграли возможно свою роль это сыграло то есть придало определенной уверенности зениту после разгрома тотального просто над спартаком но я думаю что это не сыграло ключевую роль даже в случае не такой убедительной полина спартаком и даже потери очков я думаю зениту на своем поле вполне пассивом было все равно динамо уже собраться и показать свою игру чтобы победить все таки возможно это повлияло но ключевую роль это здесь не сыграло великолепное событие произошло в этом туре еще побит рекорд вечный казалось бы олега вертейникова артемом дзюбы как ты считаешь это достойная дзюба и веретейников ты можешь сравнить их в плане того что как вертейников забивал и как дзюба забивает мне сложно сравнивать с вертейников потому что его не застал если я и застал но совсем чуть-чуть и совсем ближе к моему на тебе как-то более проще сравнивать что касается дзюбы то в плане репутации если можно много к нему вопросов конечно разные истории но в плане игры дзюба своего амплуа и свои игры он забивает всегда таким был поэтому здесь вопросов в плане игры думаю к нему много не должно да он свой игрок и функцию он нашел за счет своих каких-то качеств и за счет этого и играет так еще давай затронем коротко динамо динамо играл пыталась играть и прессинг и очень быстро и атаки проводили это в каких-то завершающих стадиях не везло где-то немножко подвело молодость некоторых игроков потому что довольно молодая команда как кажется если этот год убрать до перспективе динамо может в следующем году без потери трансферных закаляна пикарина макарова и других игроков может ли конкурировать зенитом будущем сезоне если должен доверять саму шварцу я думаю свое доверие сейчас оправдывает помню и без как ты уже заметил без потерь в составе а возможно даже и с некими приобретениями точечными я думаю что в перспективе это динамо сможет бороться за титул в россии ну в целом например в этом году в этом сезоне точнее правильно сказать селекция динамо тебе устраивает что вот эти точечные покупки да байбуэна но денис макаров да вот эти покупки это хороший знак ну исходя из их возможностей просто не не совсем понятны вот я думаю что вполне просто их сложно в этом плане станет зенитом что зенита гораздо больше ресурс финансов финансов и заметь что не может себе позволить такие приобретения как малков и кладиньо ну по-моему они даже не настроены на такие покупки они краски на растут у них ректор развития это все-таки на молодежь больше я был покуплен как говорится сбитые летчики называть назовем так байбуэна толком не играл в эскаме локсальт был толком не играл в милане но для российского чемпионата мы все понимаем что эти сбитые легчики как моза заводка казалось бы одни из лучших арсии это серьезный уровень это уже сколько раз проходили в европе игрок показывает весьма посредственную игру и окажется что он уже очень сильно знал а потом он приезжает в ВПЛ и просто ты видишь разницу в классе когда он на две головы превышает всех остальных и при этом играет много можно вспомнить легионеров которые приезжали отбывать некоторые типа кабинаги вообще не скрывали об этом они при пардон откровенно интервью давал как раз таки что приезжал спартак чисто заработать денег играл полсилы на ленировках не выкладывался и вполне себе отлично заработал так давай перейдем к еще одному закончим эту тему да зенит с динамо как ты считаешь чемпионская гонка на этом закончена как я уже говорил конечно не хотелось бы убивать и тригу на таком раннем этапе но боюсь что скорее всего это так то есть если перед матчем можно было смотреть динамо как одного из если даже не главного претендента на того кто может побороться зенитом то в этом матче показалось что все таки пока что в россии внутри нету уровня зениту да просто мы нотка надежды появилась когда зенит начал терять очки с арсенала тульскому да и казалось бы вот вот сочи даже не потеряли очки что немыслимо что аномалия собственно да но давайте давай я думаю зеницы среди выиграть с большим запасом или вот как раз таки будет дистанцию держать за счет лиги но силы потрачены учили на что у них еще либо чемпионов я думаю что не обязательно большим возможно может быть что есть таким которые сейчас вот это дело не сделали но их конкуренты динамо цска эти же самочки тоже будете говорить и нечего сказать о нем да да следующий раз да да дадим теме спартака близкие к тебе теме скажи давай я человек который сторонний да не болеет и спартак даже очень сильно не болеет матч складывался в целом целом а сказывался более-менее равна но спартак играл во втором этапе уже с преимуществом когда росло подсел и уже начали наваливаться удивительным образом и забил болт литвинов почему спартак уже не первый раз сезона теряет концентрацию на последних минутах я думаю что очень мало кто может дать ответ на этот вопрос это продолжается ни один матч ни один год то что какая история повторяется когда в концовке спартак пропускает и идите очки боя играть мячу либо и вовсе проигрывает это может произойти абсолютно с любым соперником то есть будто серьезно спереклини чемпионов или есть менее серьезные российской премьер-ниги что касается концентрации я не уверен что это можно как-то тренировать вообще то есть это наверное просто уверенности игроков которые если вот они могут на классе доводить матч до победного или же как спартаке они в концовке начинают трястись нервничать и приводить собственно головы к своего рота как и получилось здесь то есть 95 минута шла или истекала уже даже из четырех добавленных и казалось бы оставалось буквально у ростова одна атака эту атаку за спартак допустил вот в том-то и дело что был момент когда ничего не предвещало мяч был у спартака спартак разыгрывал штрафной удар свободный можно было дать протарю можно было хоть куда сыграть но мяч сыграл зачем-то был вперед глубоко вперед это философия спартака играть в атаку видимо так что ты можешь сказать почему джордан ларсон в этом сезоне играет очень нестабильно отрывками в общем и целом если говорить то провально даже по поводу того что нестабильно я думаю можно вообще сказать про всех от этого спартака но по ларсу мы конечно с предыдущими сезонами вывод сильно простой что сейчас он играет гораздо ниже своих возможностей и не выглядит таким заряженным как было это было в прошлые сезоны да когда он был одним из лучших руководителей был спас и так далее в этом сезоне уже сейчас по поводу сезона появляются новости о том что ларсон по этому сезону хочет пойти на спартак не перейти в какой-то европейский клуб намерение у горуси одно время как раз летняя трансферная возможно эта форма его игра связана как раз таки с возможным с его желанием уйти из спартака по этому я не думаю что это произойдет уже зимой скорее всего все-таки летом уже о завершении этого сезона может быть так у тебя есть понимание почему он хочет и может причина то не игровых и как раз таки вне более причина нет спортивного директора и непонятно что творится руководстве и так далее может на него это давит они я думаю причину идти из спартака хватает у любого футболиста на сегодняшний день вообще в команде вообще в команде и не только футболистов но и у кого-то из штаба из спортивной службы и так далее какой момент уволят викторию виторию извините сложно предположить с одной стороны ему руководство говорило о полной доверии к португарскому специалисту с другой стороны то что мы видим сейчас как спартак лихарадит то резкий взлет то сокрушительное падение здесь вообще отставки спартаке это вещь непредсказуемая эпоха федуна здесь после любого матча наверное может пройти отставка тренера как то что у вас может отправить вас на так и сам тренер может уйти или сказать что он не будет поднять к сожалению с предыдущим тренером очень жаль вот поэтому здесь вообще гадание на какими гуще на самом деле делать прогнозы о том в какой момент уволят тренера главного тренера спартака мне что нравится в этом всем в этой всей истории ты смотришь на таблицу и у спартака не все еще потеряно при том что они достаточно уже уже не изначально столетие клуба и стать чемпионами было главенствующей просто задачей но не забываем что залить отмечать собирались на следующий сезон можно говорить бесконечно что ты можешь сказать по ростову новый тренер наш знакомый уже тренер хотя в общем список горной уже объявили графику выведем обязательно там нету психолога списке там есть верно есть фонов есть нет есть схемы вот соответственно всего там нету получается если ростов уже не сможет в сборную ездить почему он почему может проводить сборы улице же помнишь много тренеров немного тренеров на тренеры которые у нас обмечали должности и в клубе и начинал в конце концов до грубо все-таки был вынужден с ростовом попрощаться и не сосредоточиться только на сборной не знаю как это будет в любом случае несколько жаль что такого специалиста если сборная потеряла пока что кафанов выбирал вратарей очень четко если это причем на конкретный матч конкретно вратаря они могли меняться и он угадывал свой выбор ну даже не угадывал а наверное просчитывал давай не будем говорить что это было расчет форма хорошая до игрока полностью так далее все-таки на тренировках показатели они все видят поочию вот и просто так гильермы и тот же сафонов не стояли если максименко заслужит еще вызов в сборную сейчас в спартаке тоже смотря не все-таки не отказывался от выступления сборной казалось бы недавно он вызывался в сборную и мог выходить на матч в стартовом составе а сейчас уже с ростовом Александр Сергеевича на поле и собственного вопроса какие-то критерии кто больше будет на следующий матч можно и Леброва уже попробовать с таким успехом не просто давай говорить так спартаку нужен новый вратарь или не нужен или надо все-таки работать психологически с Максименко Селиковым я уверен что второй вариант потому что все-таки на мой взгляд что Селиково Максименко Лебров уже такой статус-модеральный он уже скорее на тренировках может их чему-то да 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 конечно поэтому скорее всего так и будет разово вот а Максименко Селиково я считаю достаточно квалифицированным его типером хотя Максименко конечно до сих пор молод но тем не менее он уже играл на высоком уровне и в Еврокубке за Спартак и спорно уже сдавался про Селиково вообще играть не приходится вспомним матч с Хеликулем когда он вышел вместо травмированного Леброва и спас Спартак на и от этого больше непонятно да понятно что Селиково пропустил очень много вот с того сезона у него была череда травм и форму подрастерял но непонятно как это могло ему сказаться в психологическом плане все-таки он потеря уверенности потеря уверенности все-таки вот тогда он зарекомендовал себя как довольно-таки хладнокровный брата и уверенный в себе. Да, да. У него выйдет на замену матча с Ливерпулем тогда на тот момент был сильный. То есть если сравнивать с Максименко сложно сказать кто из них более устойчив а кто больше все-таки подходит на роль главного голкипера в команде но в плане психологической устойчивости и уверенности я думаю что Селиково все-таки берет верх вот если на счет других качеств там игры ногами и выходные реакции, да, игры на ленточке возможно Максименко в одном выходе кстати и игры ногами я думаю все их все-таки подходит. Да, но в плане реакции конечно Максименко ну давай говорить как есть он довольно часто выручал Спартак как раз на ленточке очень часто справлялся с этим. Да, и волейщики не раз после матча благодарили только говорили спасибо нотарю что спас команду и причем не раз, а сейчас просто такая очереда когда болельщики недовольны всеми нотарями ну то Максименко будет Оселик сейчас уже ну с какими результатами ты что не делал? Ну вот матчи с Зенитом, да, 7-1 я не могу сказать что Максименко провалил этот матч прям провально да, правильно сказать будет он не выручал когда можно было выручить но то что он как будто что ну давайте говорить нашими словами шляпу он пропускал, но не пропускал, он почти все удары ну суббойной позиции носил, там Клаудинио бил из-под защитника да, там ну очень можно как-то что-то оправдать, но то что он не выручал например отдыхе делать, да, вот когда вот последний сезон он выручает, он спасает, такого не было, да, но он все что мог, братанская как говорится взять, он все ну я все таки позволю мне согласиться, не все что он мог взять он взял, вообще наверное вот этим и отличается хороший билл кипер от топового, то есть если вспоминать Игоря Аркенфеева, который ЦСКА просто спасал даже в те моменты где казалось бы вратарь уже не должен выручать, но тем не менее он выступал и ЦСКА неоднократно выручал, вот по поводу Максименко я еще хочу добавить то, что у Саши есть такая, ну не болезнь, а черта, то что когда Спартак начинает пропускать и допустим пропустит подряд быстро два или не дай бог три, у него вот эти последующие мячи начинают залетать каждый проще другого, да, сыпаться немножко, да, сыпаться, это вот в начале, когда он только начинал только выходить в стартовом составе за Спартак, это было матч Лиги Европы за Глазго Рейнджерс, который в итоге завершился победой Спартака 3-4, но тогда Максименко почти все пропустил, то есть там, ну конечно не унудрировать не каждый удар, створ завершался голом, но он пропускал мячи, которые вратарь может брать и то же самое похоже было и Зенитом, и таких матчей, вот если вспомнить, я думаю много наберется Ну это вопрос остается открытым, само собой, давай к другому вопросу по Спартаку, раз это тоже такая тема Николай Рассказов, что с ним делать, что с ним вообще можно делать или нужен такой же защитник, как антифриз ваш вот, такой же, такого же плана, непонятно и неизвестно, но в конкурент ему будет составлять конкуренцию О, это большой вопрос, это скорее к Рую Виторию все-таки Почему он ему доверяет? Причем, вот, да, я именно на что и хочу обратить внимание, то что после аж серии целых, целых провальных матчей где Рассказов откровенно выглядел главным, ну если, ну одним из главных виновников такого результата И интервью, если честно, он давал тоже очень странные Возможно, вот, но опять же, что примечательно во всей этой истории, то что Рую Витория продолжает, рассказывал доверять Я не знаю, что это, это отсутствие какой-либо альтернативы Павел Маслов, кстати, Тераминов, он еще до сих пор запомнивается Ну там пока что, да Ну там тоже большой вопрос, наверное, заменит или нет Просто помню, как он вытекает меня Тайртона и в каком масштабе это выглядит Да, продолжай Вот, и что это, отсутствие альтернативы То есть, вот, вопрос в том, что если взять другого такого же Рассказова из Академии, не дай Бог такого же Вот, и будет ли он выглядеть хуже на его фоне Вот, вот в чем вопрос Или же это действительно вера тренера То, что Витория видит в Рассказовой потенциал То, что у него действительно есть все то, чтобы раскрыться и стать действительно крепким игроком Просто сейчас, вот, допустим, у него, в его игре, в его карьере, в общем, такой сложный этап И нужно ему выделить доверие, чтобы он играл Я задумываюсь на этот вопрос Это, наверное, не только к Витовии Ну вот смотри, сейчас уже есть новость такая, да, вот вчера, по-моему, это позавчера И объявляли, что Хлусевич, вингер арсенала Тульского арсенала Уже все зимний трансфер, но перейдет в Спартак Вот, как тебе кажется, покупка вингера, ну или ползащитника, назовем, крайнего На фланг Мозесу Это к Мозесу учрение или к Мозеса можно это двинуть лучше? Это читается сценарий, да, при котором этот Хлусевич выйдет на позицию Мозеса А Мозес опустится вниз вместо рассказывания Вот, скорее всего Возможно, это к этому и ведет вот этот трансфер Да, потому что, я так понимаю, все равно Бюджетом Спартака на трансферы очень скудно Давай говорить как есть И приходится находить силы вот в Тульском арсенале Ну, чтобы не покупать эти фризов всяких Вот, приходится покупать Хлусевичей Ну, как ты считаешь, свежая кровь, свежая, ну, вот, свежая, ну, новый игрок Дохнет какую-то жизнь Или это все-таки вот этот бардак, весь сезон так и закончится таким бардаком? Ну, я не думаю, что тот бардак, который в Спартаке происходит Сможет решить Хлусевич из Тульского арсенала При всем к нему уважении Все-таки, приди какой-то статусный регионер Не на закате карьеры, а на ее, так скажем, неплохом этапе То это может быть и придало какой-то нить, просто и то временное Да, потому что вся вот эта аура вокруг Спартака, скандалы Вся вот эта атмосфера, она бы все равно это загасила Как гасила всегда за последние годы У Спартака, как уже все признают, проблемы куда более фундаментальные То есть не игровые, а вот эти вот внутренние Да, да, да Пока их не решишь, ты назначай хоть Юргена Клопа, хоть Гвардиона И приводи Месси свободным агентом самую команду Да, вот представь, в таких командах, допустим, как Ливерпуль Куда приходил Юрген Клоп после Роджерса Ты прикинь, вот если бы у него в руководстве творилось бы то, что тут творил Спартаке Я думаю, там был короткий был бы Я думаю, он бы заставил бы ждать все свои отставки Просто ему за все Поэтому здесь остается только Я не знаю, что остается Ответа нет Так, давай перейдем дальше, ускорим наш КТ Перейдем к следующим претендентам на Еврокубке Это ЦСКАя Рубин Команда Слудского наконец-то победила По-моему, пять туров она не побеждала Были ничьи, были Да, по-моему, после разговора возможные отставки Да, да, ладно И Тенденция сохраняется, что ЦСКА не может убедить команду Леонида Викторовича Как тебе вообще матч и видел ли ты гол на 95-м минуте? Я матч, честно признаюсь, не смотрел И гол забит и видел Я знаю только, что в самой концовке уже Рубин вырвал для себя три очка Вот Безусловно, очень важная Но для ЦСКА эта потеря довольно-таки серьезная Как раз в то время, когда Динамо потерял очки Хоть, ну, пусть с Денидом, потому что Денид оторвался, но тем не менее Борьба за места ниже первого-то сейчас уже соченая будет Сейчас ты можешь назвать работу Алексея Перезуцкого как продуктивной? Да, я могу ее назвать как минимум оправдывающей Нет, превосходящие ожидания То есть вот соотношение ожидания и реальность То, что ждали вообще от Алексея Перезуцкого И больше с начала сезона какое-то было И вообще, начиная с его назначения Мы помним, ну, что где хатаить Не ждали от него практически, ну, ничего особенного А сейчас ЦСКА меньше всех пропустил Ну, за Денид, понятно, больше забил Вот, и этот матч вообще был, конечно, очень важным для обеих команд с турнирной точки зрения Вот, до матча были разговоры о возможной отставке Ленина Викторовича Но очень важную победу для себя Рубином одержал, как и ЦСКА Очень важный матч проиграл, потому что параллельно Зенит прогулал Динаму, хоть и Зенит и оторвался, но тем не менее Борьба за места ниже Как раз-таки победа для ЦСКА Выбил ЦСКА на числе второе место Да, но ЦСКА уступил, поэтому сейчас на второе место вышел Локомотив Который в случае обыграл Нижний Новый Город Ну, они и делят, ну, не то, что делят У них пора, но очков в Сочи, да, но он обходит Южан по добрыместным показателям Да Локомотив Пошло по ходу у Локомотива, можно сказать Там, по-моему, тоже концовка, в самой концовке Локомотив вырвал победу Да, матч, к сожалению Как раз-таки концовку матча я не видел, а матч видел большую половину Часть матча И волевая, причем, победа была Да, очень щелая То есть, проиграл, потом Рефа Жмальди нас сейчас сравнял И в самой концовке, в комиссировом, по-моему, время Защитник Нижнего Новгорода Миладинович Да, да, он сам себя заявил Не, ну, дело не в этом, дело в том, что Новый вектор Локомотива играть А-ля Лейпциг, а-ля Редбул, Зальбул Ну, со временем немецкий футбол То есть, с высокой линией защиты Высоким прессингом К сожалению, Локомотив не может так играть Все время Галты Сарай точно это показал Потому что уровень игроков И физическая готовность их Бегать постоянно В прессинге Весь матч Ну, не сопоставим Может быть, это пока То есть, работа-то ведется В этом направлении То есть, а как ты думаешь В предсезон это же провалено было тогда С таким успехом То, что в предсезонке Николич готовил команду к одному В предсезонку проводил один тренер А сейчас Другой человек Ну, он не может же перестроить команду То есть, нет А я вот про то и спрашиваю То, что у вас в перспективе Когда этот главный тренер Пройдет уже в свои сборы Будет составить свою игру Может быть, какие-то трансферы С учетом этого главного тренера Будут проводиться в перспективе Сможет Локомотив Играть на постоянной основе Тот футбол, в который пытаются сейчас Хотя бы время Еще раз скажу В футбол они играть могут Кратковременно Такой, который Привлекательный, красивый, атакующий Но, во-первых, в РПЛ это не актуально Почему? Я тебе объясню почему Все команды Против Локомотива Сейчас будут закрываться Ты помнишь Проблему Ливерпуля Долгую проблему Ливерпуля Которую они не могли решить Скрывать автобусы Они не могли С такой схемой Они могли Скрывать Те команды Которые уже Выше поднимались То есть Прессинговать На начале атаки А все команды Сейчас будут играть Против Локомотива Например так Автобус И длинное выпинывание За высокую линию защиты Какой-нибудь там Допустим Гамит Агаларов Спокойно убегает И забивает Грубо говоря Вот такое будет Против Локомотива Это будет работать Потому что это работает везде Посмотри Вот матч Если ты не видел Наверное Ну вот матч Проходил Бавария Унион Берлин Бавария пропускала Очень много атак Просто за шиворот И Локомотив играет Пытается играть Такой же футбол Когда ему за шиворот Будет постоянно Длинными пасами Выводить на контратаки Все команды Подстроятся Вот мы Перескакиваем немножко Брэнфорд В начале сезона Команда открытия Не знают все Как они атакуют Челси кое-как опинался Ливерпуль Личью с ними сыграл А сейчас их Хлопают Берли Ну Другие Средники Команды Потому что Команды уже Научились Соответственно Против локомотива Все тоже научатся играть И Класс игроков Не позволяет Если бы класс игроков Был уровня Слишком выше Как с Зенитом Тогда бы Можно было что-то делать А когда у тебя есть Керк Бека Бека Который вроде как На нашем Российском уровне Ну Хорошие игроки Добротные Манджарин И так далее Вот эти молодые Просто в локомотиве Сейчас мне кажется Приводится в команду донора Который активно Будет готовить игроков На продажу То есть Ты получается Не считаешь Что это плюс Что в российской лиге Появляются такие люди И тренер И спортивные директоры Которые Вот Для лиги Это плюс Для команды Это минус Потому что Для лиги Я имею в виду В плане развития Каких-то новых Да Потому что Некоторые команды Могут Какого-то новаторства То есть Вот такой Прогрессивный Немецкий футбол Вводится Да Я согласен Что это будет Привлекательно И зрителю Будет приятно Смотреть Но еще раз Устали ведь уже от автобусов У нас много Кто в РПЛ так играет Все Все Волкомотив Волкомотив сам так играл Даже Некоторые лидеры Да Волкомотив сам играл всегда От обороны Знаешь Семенские времена Даже Николич По-своему Он играл все равно От обороны Он пытался выстроить какую-то Позиционную атаку Но это не тот уровень Ну чтобы сравнивать Соответственно Локомотиву против Зенита Долгое время было Легко играть Потому что Зенит постоянно доминировал Локомотив контратаковал Вот То есть то что сейчас Пытаются делать в Локомотиве Оно на высоком Ну на серьезном уровне Нереализуемо Я боюсь Что будет так Что Локомотив будет всегда В роли Лейпцига В Германии Что у нас будет Зенит Так Локомотив второй Третий Второй Третий И будут Игроки Постоянно оттуда Уходить Меняться Да Это будет Та же схема Тот же атакующий футбол Но будут Новые игроки И если из них Какой-то появится Холланд Допустим Из этих игроков То будет Чудо какое-то А если не появится То будет Эдер Ну вот для тебя Когда болельщика Локомотива Это Минус Я потому что С Николичем Ждал что Мы можем конкурировать С Зенитом За чемпионство Потому что Да это осторожный футбол Это футбол на результат Заточен На результат Именно А локомотив Сейчас не будет Заточен на результат Потому что Политика Радника Это именно Игровая политика А не результат Соответственно С ним он будет Отвечать за финансы То есть Выхлоп команды По трансферам И Ты заметил Если Увидишь Что Человека С большой зарплатой Краховяка Убрали Привезли Молодого Беку Беку Который закрыл эту позицию Взяли Двух молодых Из ЦСКА Марадишвили И Перспективных игроков Назовем так Перспективных Очень Особенно Технезиан Моего любимого Да Обожаю просто Причем деньги немало Или за них 15 миллионов за двоих Да Я думаю Это весьма Солидная сумма Я боюсь Что это два провальных трансфера Вообще Потому что они себе не окупят Смолова подписывали По-моему за 12-1 Смолов Уже Даже сейчас Можно сказать Что Смолов свои деньги отработал Удивительно Но При таком раскладе Он их отработал Технезиан пока отрабатывает Чисто зарабатывает На пенальти Вот И красная карточка Так что Поэтому Пока сложно Что-то говорить Разгнезиан срабатывает Как вопрос Нет Я ничего не говорю Сейчас какие-то выводы Делать рано Ну то что я вижу Я вижу То что человек в ЦСКА Толком не играл Вначале что-то играл Потом перестал играть Мараташвили Аналогичная ситуация Что поначалу он играл Потом как-то перестал Попадать в состав И его покупают За 7,5 миллионов Ну Есть какая-то Что-то должно быть Логичное Но тут ничего логичного Я не вижу Что-то не хватает здесь Да Вот покупка как раз таки Керка Бека Бекки И Анжелина Это выглядит как раз таки Вот Селекция Которая Как у Лейпцига Вот Как раз таки непонятных Круги игроков Но которые вроде что-то умеют И молодые Как раз перспективные Потому что я уверен Что тут же Бека 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 То во Франции Если тут Как трамплин маленький Использует То может попасть в команду Уровня Леона Вот Как раз таки Леон Кстати сейчас претендует На Сердара Размуна И в зимнее транспортное окно Можете его как раз выкупить По остаточной стоимости Ну с локомотивом Я думаю Разговаривать сейчас Ну Он Еще раз говорю Сразу я Уверен что Он не претендент на чемпионство Но претендент Один из основных предметов На второе место Приемли Да И мне кажется Тренер Которого назначили А у нас сейчас Один клуб Нет Один напрямую А Вот сейчас Даже сложно сказать Второе место Коэффициент Да Уже Возле В лучшем случае Это если в квалификацию Второе место будет проходить Ну это и то не факт Ну давай Допустим Даже если Будет проходить То То Какой локомотив Соперник Молдавский Шрифт Да Можно Это какой-то Нонсенс Это редкие Исключения Из правил Остальное Это команды Та же Бенфика Посмотри Какую-никакую Барселону Ну Барселона Не размотал бы Хотя Как раз Кто Тихуман освободился Можете Тихумана позвать Да Поспективно Да Как раз Раскроет Бакаева по новой Возможно Люка Дейонка Приведет в команду Много голландцев Тиля вернет Как раз Да Тилит кстати так и не раскрылся Но Фиенорди Он по-моему Сейчас основной игрок И плюс Он еще сборно вызывается Да Не хватит Пальцев на руках всех людей Чтобы посчитать игроков Которые уходили из Спартака И заигрывали в других командах Да Кстати много достаточно было Игроков Так Давай еще перейдем К остальным Краснодар проиграл Крыльевым советом Причем нелепейший Гол пропустили Когда там перепасовывались Сзади И ну там В общем Крылья могли забивать еще Да Это так Когда Максим Глушенков Кстати Который принадлежит Спартаку И находится в аренде в крыльях Поступил очень странным образом У него было два партнера С собой По обе стороны И он Решил не делать передачу А пробить самому И попал просто в защитника Да Да Что-то на Спартаковском ДНК 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 Ген вот этот Не победитель А так Из нижней части таблицы Хотелось бы отметить Не отметить А именно Игрока Отметить Гамида Алгаварова Который До сих пор возглавляет В бомбардирскую гонку Да И по мне Мне кажется Он заслуживает уже Большего внимания А если Дай Бог Он не уйдет с Уфы На следующий сезон Что докажет Что это не игрок одного сезона А вот в Уфе В следующем сезоне Докажет Что он Довольно-таки Перспективный игрок Я просто думаю Что его сейчас заберут уже Если не в зимние То в летние трансформы У нас совершенно точно Кто-то заберет И причем За это больших денег Давать не придется Учитывая Финансовое положение Уфы У них там большие Да Я думаю даже Есть команда Которая Имеет много спонсоров Вот Скорее всего Его выкупят Из этой Команды Кстати Еще и Азбун Скоро уходит Ты на нее намекаешь? Да Я на нее намекаю Вторым Спартакетов Форвард есть Соболев Нет Вторым Кто претендентом Я бы считал ЦСК Потому что ЦСК тоже надо освежить Освежить Это точно надо Потому что Федя Чавов Нестабильно Но вроде как себя находит Антоша всегда в силе Это стабильный форвард А также Гридзюба и Соболев Вот они Три типичные Да В одно время Вызванные Но В целом Перспективный парень Надеюсь Он не остановится На этом И травмы Обойдут его стороной Дай Бог Давай Немножко НПЛ закончим Да У нас в принципе На вылет тоже Претенденты одни и те же Поэтому Не хотелось бы повторяться Что Может быть Будет какая-то борьба За вылет Вот Начало так же Нижний Новгород Отлично сортовал Кстати как Брэнфорд Грубо говоря Выиграл лидеров Некоторых В гостях Но сейчас Потихоньку К Нижнему Новгороду Все Начали привыкать И Арсенал Тула И Локомотив Спартак Видимо еще не привыкнул Когда с ними встречался И проиграл Дома Причем Времени На подготовку Не было Не По-моему Планировали же Лигу чемпионов А тут Лестер Вот Давай перейдем Как раз таки К топовым матчам В Европейском чемпионате Быстренько пройдемся Вот Топовый матч Один из топовых матчей Это Манчестер Юнайдет Тоттенхэм Ну нахрашивается Конечно Начать именно с этого матча Потому что Тут Был Возможен такой расклад Что Та команда Которая проиграет Уволит своего тренера Вот И собственно так и получилось Да Мы сейчас несколько подгоняем Под результат Что это уже известно Да Вот И даже Причем Про Сульшера Гораздо больше Ходило разговоров Чем про Ану Но Все таки Роналду и компания Сульшера Пока спасли Там были разговоры И про три матча Что Сульшера дали три матча На исправление ситуации Но Триумфальный матч с Тоттенхэмом Я думаю Во всяком случае Оттянул Этот момент Еще несколько А Тоттенхэм Со своим главным тренером Попрощался Триумфом Я бы это не назвал Потому что Играли две проблемных команды У которых Садница И там и там Грубо говоря В игре В игровом плане Но у Тоттенхэма Оказалась более Глубокая Да Глубокая И запущенная ситуация А в Манчестере Более классные игроки Особенно в завершающей стадии Что и ты увидел Такой гол Как Роналду забил Не все могут забить В АПЛ Очевидно Что с такого угла Нанести прямой точный удар В угол Это очень сложно Ну и плюс Манчестер также наказывал На контратаках Если заметил Что пас Который выдан был На Эдинсона Кавани Был как раз таки В контратаке И в контрпрессинге Возможно Связка Роналду Кавани Что-то себе покажет Но Еще раз говорю В топовых матчах Где будет Сопротивление Гораздо сильнее Это уже показал Ливерпуль А сейчас еще может показать Челси И Манчестер Сити Аталанта и Сити Вот у них сейчас Матча по-моему подряд Да И они Как раз таки Выявят эту проблему Одно дело Ты играешь с Тоддлховом Даже с Аталантой Да Которую добили в тот раз Другое дело Ты играешь с Манчестер Сити Который весь матч контролирует мяч И Роналду И Ковани Два Которые Человека Если Ковани еще как-то Может какой-то прессинг играть Роналду уже не играет В такой интенсивный футбол И соответственно Он будет стоять Мертвым капиталом Будет стоять И ждать просто моменты Ну это Минус один игрок И сам понимаешь Прессинг начинается Сейчас с нападающего А нападающий У нас не прессингует Тогда Матч с Сити Логично будет Не выпустить Ни того ни другого А скорее всего Играть с легкими форвардами Типа Решфорда Гринвурда И Марсиале Которые Могут успешно Создать прессинг Ну возможно Это будет эффективнее В конкретном матче Да Ну это я конечно Какой советчик Я думаю Что все таки Роналду усадить на скамейку Это будет нереально Да Это почти так же нереально Нереально этого Только Мисси усадить на скамейку Вот почти Иногда Иногда Да По ходу матча И не выпустить сахты Это все таки разные вещи Да И плюс это французский чемпионат Да На что делается скидка Потому что в Лиге чемпионов Месси играет Вот и до Соответственно Там его не меняют И дают пенальти бить И все И скорее всего Был приоритет Был расставлен Что Месси Как раз таки По-моему сам об этом говорил Он хочет еще раз взять Лигу чемпионов Вот И что Мне кажется Очень вряд ли Произойдет Маловероятно Так скажем Да Еще хотелось бы Поговорить о Потере очков В Лондоне Как раз А не в Лондоне Манчестер Сити У себя дома проиграл Кристал Пелосу И Ливерпуль тоже потерял очки дома С Брайтоном По-моему с Брайтоном Давай потом перейдем к Брайтону Я этот матч увидел Давай к Кристал Пелосу Во-первых Патрик Вейера В которого Никто не верил Которого Только ленивый не пинал Который в Ниццу Разрушил Во Франции И себя никак не проявил И тут В Пелосу приходит Место Фрэнка Лэмпорда Который вроде готовили На должность В Кристал Пелос Место Роя Ходштина Который ставит Симпатичный футбол Где Пзао по-новому Раскрывается Еще и при этом Результаты добиваются Да И неплохого При таких ресурсах Которые есть У Кристал Пелоса Ну не будем конечно Преувеличивать Это Такое исключение Не исправил Потому что Сити теряет очки Вообще он крайне редко теряет очки С командами С середняками Так скажем На сербин таблице И уж тем более В нижней части Вот Поэтому здесь Скорее просто такой Небольшой технический сбой В Сити произошел Да Это ничего страшного Потому что я Вспоминаем Прошлое и позапрошлое сезон Когда Сити нагонял Тоже у нас Такие матчи Вот нет Единственный момент Который Давай Как раз С Ливерпулем Перейдем У нас же скоро Кубок Африки сортует И это Не может не сказаться Да Это один из ключевых моментов Когда Челси И Манчестер Сити Могут вдвоем Уйти уже вперед Потому что Салах Мане Кейта Кейта Который в последние матчи Стал Мотив Довольно таки Важным составляющим Мотив Просто можно называть Это уже Прикинь что Это уже серьезная сила Да И играть Боксинг Да и без них Это считает За 5-6 дней Три матча Будут проводиться Это ну Со скамейки Ливерпуля Очень ограниченной Это будет очень тяжело Возможно там будут сбои Да И так сбои уже один произошел Причем Вот касательно матча с Брайтоном Ничего не предвещало Вообще Да Еще третий Да Который потом все таки После просмотра Вар отменили Ну они там весело Все улыбались Да И казалось бы что Ну сейчас третий забили Сейчас попозже чуть забьем все равно Вот А в итоге получили 2-2 И соперника не нажали Помнишь Матч Тут недавно был Брайтон с Монсити Играл Ну вот Они играли недавно совсем И история такая же была Что Сити Раз забил Начали Два забил Брайтону Но они его уже не отпустили И начали дальше Додавливать Я не помню 5-1 выиграли 4-1 выиграли А тут как раз ситуация Тебе не кажется Когда Ливерпуль почему-то Расслабился Возможно Ливерпуль решил Как матч с Манчестер Юнайт Доигрывать Да Ну с Манчестер Юнайт Уже было добивание Ну там уже все было понятно Особенно после удаления Под Барин Там уже не играет Другая ситуация Да И преимущество В разнице мячей было совершенно другое Да Поэтому с Брайтоном Наверное все таки Ливерпуль поторопился С сбавлением оборотов Вот и все Тебе не кажется Что в этом сезоне Ну кроме вот этой проблемы Да Которая африканская проблема У Ливерпуля Еще может быть В плане Ротации Короткой ротации Вот эта проблема Что Он же говорил Что слишком много матчей Проводят игроки Что опять снова Боится Что увеличится Количество травм Что они опять наступят На те же грабли В прошлом сезоне Это был аномальный В плане травм Вот Есть же такая вероятность Что перегрузив Футболистов Он Возможно Клоп лишит себя Как в тот раз Понимаешь делал Кубок Лиги Он отправлял Там детей вообще играть Кстати Сейчас так же и происходит Ливерпуль на матче Кубка Лиги Выходит вторым составом Но он вышел в четвертьфинал Да За счет Ориги Мина-мина Как Ориги кстати Ориги Продолжает Он свои матчи Как он себя мотивирует Как он себя мотивирует Играть Вот в таких матчах Для меня загадка Видимо он профессионал большой Вот И что удивительно Да это то что Сейчас Когда Ливерпуль Уже прошел в четвертьфинал Если пройдет дальше То будет обиднее Жертвовать Кубком Лиги На таких уже Продвинутых стадиях Вот Но что удивительно То что С вторым составом За счет Мина-мина Риги И другой компанией Ливерпуль туда вышел Вот В плане ротации Да я соглашусь Что Ротировать игрок Для линии атаки По сути Сейчас только один Это Жота То есть если Учитывать Ну условно Что Фермина все таки основным остается Да Мане и Салахни Поколебимы То Жота это один игрок С любым из них Кстати да Вот что Жота Он универсальный Он может заменить Любого Из них И все То есть был еще Харви Эллиот Который на правый фланг К сожалению Да Тяжелый треймон Очень здорово себя проявил Да Очень жаль Что он получил травму В матче с Литцом Долгое восстановление По-моему его ждет Вот Но дай бог вернется И вот здесь Конечно у Ливерпуля Может образоваться Такая вот Небольшая яма То есть Даже после возвращения С Кубка Африки Не будут ли Мане и Салах Еще больше выхолощены И нужно будет продолжать играть Это тоже большой вопрос И впереди будут еще Более важные матчи Те, которые проходят сейчас Да Это прям Да На повестке Мне кажется, что Заканчивая по Англии Челси в этом году Возьмет Все-таки чемпионство Что это главный претендент На Как раз таки АПЛ Не Лиги чемпионов АПЛ Потому что Со слабыми командами Челси Не теряют очки Я бы пока не торопился С таким выводом Я думаю, что У Сити шансов не меньше Может быть даже и больше И Ливерпуль Мы все-таки Конечно затрагивали Тему Ротации Кубка Африки Но все-таки Я бы со счетов не сбрасывал Да, то есть Если брать во внимание Вот это обстоятельство Возможно у Ливерпуля Чуть меньше шансов Вот именно Вот в этот отрезок Который начнется Боксинг Дэй И так далее Что если Уйдут В отрыв Сити И Челси Возможно Это для Ливерпуль Ключевой Отрезок Этого сезона В плане борьбы За АПЛ Если Ливерпуль Соперников не отпустят Вполне возможно За счет Этого импульса Ливерпуль После этого Уже сам пойдет В отрыв Да, вполне возможно Так Давай Перейдем к Лавиге Где сейчас Лидирует Реалс и Седат Как тебе кажется Сможет ли Реалс и Седат Закончить Вместо Хотя бы в ТОП-3 В ТОП-3 возможно Но они сейчас Небольшим совсем 1-2 очка По-моему В ТОП-3 Возможно Но Самое главное Аперитивное чемпионство Я думаю До сих пор Остается Мадридский Реал Пришла уже не к Атлетико Что-то потеряет очки Сейчас у них Они не в той форме Но про Барселону Говорить вовсе не приходится Уступили Рае Валикана Фалькао Кстати Забил единственный мяч Фалькао к нам не поедет Да, все-таки Так и не приехал Все-таки В Рае только приехал Что касается Барселоны То тут Все уже Произошли события Определенные С Куманом Все-таки Попрощались Я думаю Всем очевидно Что назревала Эта отставка И сейчас Ждут все Парселону Парселону Но у Хави В плане самостоятельной работы Да, есть конечно Альсат В чемпионате Катара Но При всем уважении Я думаю Нужно было Попробовать Хотя бы Барселону Б Он даже взял Как Гвардиола Он тоже за Барселону Начал И это вот Знаешь Как история с Джерардом Когда пошли разговоры Что возможно он будет Преемником Клопа И многие выражают В этом плане Скепсис Что Дескать Чемпионат Шотландии Это конечно хорошо И Джерард добился Больших И сейчас идет На первом месте Но Было бы неплохо Возглавить команду Из АПЛ Из верхней Из середины Из нижней части Не важно Но Вот в АПЛ Себя попробовать А потом Возможно Возглавить Ливерпуль Я уже говорил Что он рано и поздно Возглавит Ливерпуль И вот Касательно Хави Такого скепсиса На самом деле Хватает После чемпионата Катара Сразу переходить В такую Барселону Причем под большое давление Но здесь давление Нет Поддержка На результаты Будет Давить Я думаю Этот сезон Учитывая нынешнее положение Которого Все скажут Вот Куман довел команду До такого бардака Хави Сейчас будет Постепенно Чемпионов Сложно будет новых спонсоров Подтягивать У Барселона У Барселона Еще и Чемпионов Сейчас Проблемы Они могут Не выйти в плей-офф В том-то и дело Поражение Поражение Бенфики 3-0 Очень сильно Сказалось Сейчас важный матч С киевским динайлом Будет Становление команды За счет тех Потому что Финансовые проблемы Барселоны Про это все знают И сейчас за счет Внутренних ресурсов Придется что-то выстраивать Вытаскивать Еще больше игроков Из академии И Ставить свою игру И вот если Возможно Если Хави дадут время Он все-таки Добьется Своего Но Большое доверие Может вызвать Большое разочарование Да Если он не дается результата Даже После того Хоть ему дадут много времени Вот это Главный страх У Лапорта Должен быть Потому что Если он с ним прогадает То возможно Его назначение Как президента Будет аналогично Ошибочным Что и Бартамов Несмотря на все Финансовые проблемы Потому что все равно Еще раз От Барселоны Ждут Результатов Только топовых Да Но Барселона сейчас Помимо игрных проблем Хватает И Лапорта У него Голова болит Не только за Главного тренера Но и за Зарплатную ведомость Давай перейдем К итальянскому чемпионату Где лидирует Наполе Как ты думаешь Наполе В этом сезоне Главным Претендентом Или Все-таки Подождать Когда Милан Все-таки Поджимает Вообще Хотелось бы Чтобы Милан Наконец-таки Выиграл Сириа За Ибру Так Болеешь Нет Не за Ибру А вообще Милан Постепенно Возвращается Десять лет Не выиграл На какие-то Свои победные Рельсы И в Лиге Чемпионов И в серии А Довольно-таки Высоко идут Хотелось бы Конечно Чтобы им Воздалось За это Я не умоляю За слуг Наполи Они Многие сезоны Одни из претендентов И был сезон Когда Вплотную Они были близки К Победе В серии А Это был сезон Примого лица Сари Когда То ли в одну То ли в два очка Когда еще Мертенс был в составе Или нет Мертенс был в составе Да Мертенс был в составе И вот тогда Они заняли второе место С отставанием От Ювентуса В одну или в два очка Буквально Мертенс как раз таки Пришел в состав У них золотая троличка И синий Мертенс Калихон Да И Гамшик Все еще был тогда В порядке По поводу того Что Наполи Пока говорит рано И Милан И Интер Еще может Ювентус Тут сложно сказать Сейчас Олегри Начнет вот эту Полномерную работу И возможно Что из этого сезона Все-таки Ювентус выпадет Но Тем не менее Другие соперники Ну хотя бы Они решили Проблемы в Лиге Чемпионов Очевидно что Ювентус и Челси Тем более Победа над Челси 1-0 Когда Соответственно Уже вывела Грубо говоря Зенит Уже выйдет Скорее всего Ну 99% Что Лига Европы Ювентус Челси Уже поделят Между собой 1-2 место Пока Даже Ювентус Фаворит в этом плане Удивительно Давай Перейдем По быстренькому Немецкому чемпионату Где Бавария Идет с отрывом Но с небольшим отрывом А на Медвике В середине недели Состоялся Кубковый матч При котором Неожиданно Гладбургская Барусия Отымела Баварию Грубо говоря Да Это был Какой-то Нонсенс Все привыкли К тому что Бавария Разгромы оформляет И Может быть Когда кто-то Смотрел результат Он подумал Что перепутали Значение 0-5 и 5-0 Да Здесь Произошел Какой-то Сбой Сейчас Они сыграют С Унионом И как будто Ничего не было Что до этого Было все Тут На один матч Провались И дальше Все круто Это действительно Необъяснимая Какая-то вещь Очень странно И кстати Тренер Не могу назвать Сплывашку Напишем До этого За два с половиной года Бавария Пять мячей пропускал Только двух команд От Айнтракта И от Гладбаха Соответственно И тренировал Айнтракт в тот момент 5-1 И выигрывал Причем На стадионе Мюнхене Тот же тренер С тем же тренером Только Айнтракт Удивительно Что такое возможно Что такое возможно Всего-то стоило назначить тренера Ну В целом Мы От Германии ничего нового не ждем Ждем также Аналогичной победы Баварии Нагельсман болеет Часто В последнее время Не находится На скамейке Даже его не видно Но По-моему структурно Единственное Что я смотрел Да Барса с глаза С Баруси Это не весь провальный матч А провал именно У Памиконо Как он Ну Почти буквально Как рассказов сыграл В обычной ночи Хотя сложно Такое представление Да В свой рассказах есть И Бавария Вот По Лиге 1 Я думаю Сказать особо нечего Там Все Все то же самое От Парижа Гораздо интереснее Чего ждать в Лиге Чемпионов Все-таки Они Все-таки Победа над Мансити Да Тоже так же Делают их Интересный ответный матч Просто Кто из них первое место займет А так Сейчас во Франции Смотреть не на что Интересный сейчас Марсель За Марселя Да Потому что тренер Хорхе Да Он пришел И как раз ставит Прессинг Футбол Вот как раз таки И вот матч между ПСЖ и Марселем Показал что Физически Марсель готов Физически Само собой По качеству игроков Тут Ну Тут уже для поклонников Чемпионата Франции Отдельно Да Все Будем заканчивать Спасибо тебе за беседу Вам спасибо Всем пока До свидания